Вопросы пенсионного страхования, поддержки семей с детьми и здравоохранения обсуждались сегодня на заседании Комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по социальной политике. Оно прошло уже в 44-й раз и собрало парламентариев из 8 регионов. Какие решения приняли депутаты, расскажет Михаил Меньшин. Заседания Северо-Западной парламентской ассоциации в Архангельске проходят регулярно. На сегодняшнем самый насущный вопрос касается дополнительных мер поддержки семей с детьми. В частности, депутаты от Ленобласти предложили разрешить направлять средства материнского капитала на лечение детей в иностранных организациях. Правда, при определенных условиях. Будет использовано только в том случае, это необходимое условие, когда все уже возможности в нашей стране, они уже использованы. Когда есть рекомендации ведущих специалистов для того, чтобы действительно ребенка необходимо лечить там, где ему действительно будет оказана помощь. Другая тема касалась пенсии. Депутаты от Архангельской области предложили исправить несправедливость, из-за которой у руководителей ТОСов и членов добровольной пожарной охраны, а они, будучи застрахованными лицами, пенсии не индексировались. Таких в нашем регионе 570 человек. Инициатива была поддержана. А вот вопрос снижения пенсионного возраста для работающих на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях до 55 лет для мужчин и 50 для женщин пока что решили доработать. Мы думаем, что вот эта подача, она носила несколько такой политический и эмоциональный характер. Для того, чтобы добиться результата, конечно, нужно подойти к решению этого вопроса очень трезво. И выстроив вот эти подходы, можно с позиции многоступенчатости. Просто вот бросить сейчас эту законодательную инициативу, я думаю, что это бесперспективно. Поддержанные законодательные инициативы депутаты отправят на рассмотрение в федеральный центр. Михаил Меньшанин, Ольга Красулина, Регион 29.